Что-то заинтересовался я торфом и подошел к Константину. Константин все знает о торфе. Не все, но то, что знаю, расскажу. Вот он торф, да? Да, да. Ну и скажите, я слышал, что верховой вообще никуда не идет. Он кислый, что он не разложившийся. У него вообще питательные вещества все недоступные. А что вы нам его предлагаете? Давайте немножко расскажу. Верховой торф сам по себе, он кислый, конечно, по кислотности, но с помощью доломитовой смековой муки, которую мы добавляем, мы его раскисляем и доводим до определенного pH, которое нужно для растений. Грубо говоря, для хвойных растений это 4,2-4,8. Для каких-то плодовых растений, для цветов и всего остального, там 5,5-6,5, нейтрализованный до торф получается. Ну и можем больше делать до 7 кислотность, чтобы была. Почему верховой именно торф, не низиный? Верховой торф имеет структуру, из которой можно потом получить фракции. То есть, мелкую фракцию можно получить 0,10, среднюю 0,20, значит, крупную фракцию 15-40. Каждая фракция используется для производства определенных субстратов, для выращивания растений. То есть, мелкая фракция в основном используется для производства торфяных субстратов, для выращивания рассады, для мелких кассет, для сеянцев. То есть, это то, где используются мелкие емкости. Ну вот, 0,20 фракция уже используется для выращивания горшечных растений, для контейнеровки. Ну вот, более крупные растения здесь уже выращиваются в ней, и, соответственно, субстраты мы изготавливаем на основе нее. 15-40 фракция крупная, более волокнистая. Она используется либо в открытом грунте для улучшения механического состава почвы, ну вот, для, там, допустим, выращивания голубики в открытом грунте. Ее сейчас очень активно заказывают. Либо для каких-то больших емкостей, для крупноверов. Ну вот, используется вот эта крупная фракция. Соответственно, чем же он лучше низинного торфа? Все мы прекрасно знаем, что низинный торф, он, конечно, да, более темный, вроде бы более похож на чернозем. В нем кислотность уже ближе, там, к нейтрализованной, да? В нем какие-то присутствуют уже элементы питания. Но есть и определенные минусы. Значит, минусы заключаются в чем? Первое. Низинный торф нельзя разбить на фракции, ни на какие не разобьешь. То есть это один определенный большой ком, который является, ну, как можно так сказать, это и есть фракция, да? Вот. Поэтому его не разобьешь. Второе, значит, он обладает более низкой воздухопроницаемостью, более низкой влагоемкостью, чем верховой торф. То есть он меньше питывает влаги, грубо говоря, которой нужно растение, и меньше пропускает воздух, у которого нужно корням растения. Вот. Плюс, значит, при, также при изготовлении субстратов, да, так как там уже есть своя кислотность, сложно добиться нужной кислотности, ну, вот, если нужно доработать его. Соответственно, мы добываем только верховой, причем два вида, значит, добычи. Первый вид – это фрезерный добыча, и второй вид – это резной торф. Вот. С помощью определенных попорций резного и фрезерного получается сырье для производства уже дальнейшего субстратов. Верховой торф обладает очень низкой степенью разложения, соответственно, но у него очень высокая влагоемкость. Но не для мульчи. Какой лучше? Для мульчи растений. Для мульчирования. Ну, вот, смотрите, вот это больше подойдет крупная фракция. Обычно ее используют для мульчения роз, накрывают розы им на зиму. То есть, это вот как бы вот она. Плюс у нас есть такой продукт еще, пушица называется. Ну, это, в принципе, она также в крупную фарцию входит, вот это, да. Ну, вот, мы отдельно тоже ее производим, отдельно упаковываем и продаем тоже для мульчирования. Отлично подходит. То есть, растения укрыты и, как бы, получается обезопасены. Да, оно как пух. Да, да, да. Можно подушечки добивать. Это как пух, да, но это органическое вещество, поэтому оно, как бы, более подходит для мульчирования. Вот. Это вот торф более высокой степени разложения, тоже верховой. Здесь где-то разложение степень 25%. Мы его используем для приготовления грунтов торфяных. Это вот в мелкой фасовке, я покажу. Ну, вот тут красивые грунты, да, вот такие вот. То есть, то, что продается в магазине для любителей садоводов. То есть, грунты различные, там и рассадные, и цветочные, и декоративно-лиственные. То есть, для всех-всех растений есть линейки определенные, грунты. То есть, они продаются на граммах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!